Здравствуйте! Мы на старте с заключительной в уходящем году дистанции. Сегодня будет много хоккея и, конечно, итоги спортивного года. Северсталь потерпела самое крупное поражение в сезоне. Лучше так проиграть, чем как в Питере. На своем льду серию поражений череповчанам удалось прервать и вернуть надежду. Мы сможем, потому что у нас хорошая команда. Не вижу причин, чтобы нам не попасть туда. Главные достижения череповецких спортсменов в уходящем году. У хоккейной команды Северсталь выдалась сложная неделя. Матчи шли через день и включили в себя самое крупное поражение в сезоне и долгождатную победу. Северсталь в Москве не смогла на равных противостоять «Динамо», хотя в первом периоде выглядело неплохо. Хозяева льда открыли счет на 18-й минуте в результате быстрой атаки. Однако еще до перерыва Владислав Кадолов в большинстве сравнял результат. Вторая третья матча оказалась полностью за «Динамо». Москвичи забросили четыре шайбы. Причем при счете 4-1 Северсталь заменил вратаря. Мистера Фейля Хакимова на лед вышел Константин Шосток и пропустил свой гол уже через 10 секунд. По итогам двух периодов положение почти безнадежное – 5-1. Первый период, мне кажется, это был худший за сезон. Поэтому очень плохо играли, очень плохо начали. И получился такой разговор на повышенных тонах в раздевалке. И со второго периода более-менее начали играть. В третьем периоде, поймавши кураж Динавцы, останавливаться не собирались. Они забросили еще три шайбы. У москвичей получались и быстрые атаки, и позиционные. Они также хорошо использовали ошибки защитников черепаевской команды. Северстале в этот вечер противопоставить сопернику было нечего. Итог матча – 8-1. Самое крупное в сезоне поражение черепаевского клуба. Мы две игры до этого проиграли. Северстали, да, поэтому ребята, в общем-то, настраивались вроде бы на эту игру. Но все равно первый период играли не очень хорошо. Спасибо нашим болельщикам, которые в этот момент поддержали команду. И все, игра вроде бы немножко наладилась со второго периода. Сегодня комментировать игру Северстали практически не получится. Потому что ее, как таковой, не было. Чуть-чуть в первом периоде зацепились и за игру, и за счет. Но второй, третий развалились. Разберем ошибки. Скажу так, что лучше так проиграть, чем как в Питере, например. Северсталь завершила выездной вояж в чемпионате ГХЛ матчем в Ярославле против принципиального соперника – Локомотива. Череповчане отключат уже на второй минуте. Отличился Кирилл Капустин. Довольно быстро и легко хозяева площадки отыгрались после стремительного сольного похода Алексеева. Во втором периоде Локомотив вышел вперед после точного броска Иарвис Венсона. В третьем периоде легионер ярославцев оформил дубль, сделав счет 3-1. Северсталь заменила вратаря, налет впервые в чемпионате ГХЛ вышел Дмитрий Жугаев. И вскоре Александр Питунин забросил вторую шайбу в ворот Локомотива. Однако отыграться череповчане не смогли. Идут матча 3-2 победа Локомотива. Сегодняшняя игра – это была игра двух команд, которые работали полностью всю игру. Команды, которые не сбавляли, не проваливались слишком сильно, не позволяли сопернику много забивать. Но, опять же, повторюсь, что сегодня обе команды здорово работали. Хорошая игра, я думаю. Хочу сказать спасибо ребятам в очередной раз за игру. Моментов много создали. И играли до конца, несмотря на счет 1-3. Но, к сожалению, у нас девятый номер, как по Я-Ярве. Он нас и в Череповце похоронил, два буллита нам забил, и сегодня нам два гола забил. Но ничего, есть над чем работать. С заключительным в выходящем году домашнюю серию матча «Северсталь» начинала игру с саутсайнером Восточной конференции «Челябинским трактором». Гости активнее начали эту встречу, создали больше опасных моментов у ворот черепаинской команды и, в конце концов, забили гол. В численном большинстве отличился Руслан Карлин. Начали, не очень важно. Надо добавлять, потому что иначе мы не вытащим игру. Так что все впереди. В начале второго периода еще один отрезок активности уральцев завершился вторым голом ворота «Северстали». После этого тренерский штаб «Череповчан» сделал перестановки в той, как нападение, и это принесло результат. Сначала Кирилл Капустин на отложенном штрафе забросил первую ответную шайбу. В начале второго периода уже прииграл в большинстве. Все тот же Капустин в авторый раз поразил цель 2-2. Но радость была недолгой. Через несколько минут челябинцы снова вышли вперед после дальнего броска защитника. Четвертая шайба влетела уже в пустые морозы «Череповчан» за 10 секунд до финальной сирены. В итоге 24 поражения «Северстали». В втором периоде «Северсталь» перехватил инициативу, забил гол. И, в общем-то, к концу второго периода нам было очень сложно. В третьем периоде игра шла до гола, и мы его забили. Четвертая игра через день. К сожалению, сил не прибавляется. На первый план выходит техническое оснащение хоккеистов. К сожалению, сегодня первая половина игры просто ужасная была. Хорошо, что забили, хорошо, что сравняли. Третий гол перечеркнул, скажем так, все заслуги. Сочи является прямым конкурентом «Северстали» в турнирной таблице. Поэтому было важно добиться победы в этом матче. И стартовали «Череповчане» лихо. Сначала Владислав Кадолор сам себе создал удобный момент для обстрела ворот и не промахнулся. Вскоре «Северсталь» реализовало численное большинство. На добивании всех опередил Егор Морозов. Однако соперник настиг «Череповчан» также быстро еще до первого перерыва. Сначала сочинцы использовали численные преимущества. Затем воспитанник череповецкого хоккея Юрий Александров поразил цель дальним расходом. Всегда приятно. Родной город. Любимый дворец. Родной. Сорок классный. Во втором периоде при равной игре «Северсталь» снова смогла использовать численные преимущества. Гол в активе Егора Яковлева. А в заключительный третий матч гости бросились отыгрываться, но отличились снова череповчане. На пятачке расторок не всех оказался Александр Питунин. Ну, конечно, для нас, наверное, такой ключевой этап, как мы сыграем. Либо мы приблизимся к восьмерке, конечно, задача стоит такая. Я думаю, мы сможем, потому что у нас хорошая команда. Не вижу причин, чтобы нам не попасть туда. В оставшееся время череповецкие в Киеве надежно сыграли в обороне и удержали победный счет. 4-2 «Северсталь» прервала серию из пяти поражений. Местами неплохо играли, а местами безобразно. Немножко нас сегодня подвела дисциплина. Были неоправданные удаления. И я думаю, может, поэтому так игра длина закончилась. Большинство у нас сработало, меньшинство, скажем так, тоже хорошо отработало. Это стало решающим фактором. И опять же, вот в концовке без паники не обошлось, но уже, скажем так, более и более уверенно. В последнем уходящем году матч «Северсталь» проведет 29 декабря в Череповце против Петербургского СКА. По традиции, сегодня подведем итоги уходящего года. Он в целом получился плодотворным для череповецких спортсменов. Вспомним о главных достижениях наших атлетов и команд. В 2019 году Череповец не раз выступал организатором и одновременно участником официальных соревнований различного уровня. В феврале дворец бокса «Алим» принимал первенство Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей. По его итогам представители Череповца, братья Курбан Магометовы, завоевали две золотые медали и, соответственно, путевки в финал первенства России. В марте во второй раз в истории города прошел чемпионат России по зимнему палеотлону, на который съехались представители 18 регионов, более 120 участников. По итогам чемпионата России лидером среди команд спортивных клубов стала спортивная школа номер 4 Череповца. Волоковская область в 13-й раз оказалась лучшей среди субъектов Российской Федерации. В индивидуальном зачете серебряным призером соревнований с результатом 294 очка стала мастер спорта международного класса череповчанка Маргарита Вершинина. В марте в Центре боевых искусств прошли чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа России по кикбоксингу в разделах «Лайтконтакт», «Пейнтфайнтинг» и «Сольные композиции». Хозяева соревнований пополнили копилку наград 14 золотыми медалями. В мае в Череповце проходил финальный турнир первенства России по волейболу среди девушек. В течение двух недель лучшие команды страны боролись за медали сразу в двух залах – волейбольном центре и спортивном комплексе «Юбилейный», радуя череповецких любителей волейбола с захватывающей борьбой на площадке. В начале мая череповец принимал полуфинал всероссийской спартакиады школьников под зюдо. А в июле впервые в истории череповца во дворце спорта имени Якова Соломонника состоялся финал этой спартакиады. В соревновании принимали участие 136 сильнейших спортсменов из 47 регионов России, 8 федеральных округов. В родных стенах череповчанин Марк Неробов стал обладателем серебряной медали. Также впервые в нашем городе состоялся финал всероссийской спартакиады школьников еще по одному виду единоборств – карате. Соревнования среди 139 спортсменов из 38 регионов России прошли в спорткомплексе «Юбилейный». В выходящем году спортсмены города достойно защищали честь череповца на российской и международной аренах по разным видам спорта. На зимней спартакиаде союза городов центра и северо-запада России в Сыктывкаре сборная города заняла третье место. Город на Шексне представляли 30 ведущих спортсменов в трех дисциплинах. Череповчане завоевали серебро в спортивном ориентировании и бронзу в конькобежном спорте. Волейбольные команды города снова показали блестящие результаты. Северянка дошла до финала чемпионата России высшей лиги А, а в итоге завоевала серебряные медали. Северянка-2 уверенно второй год подряд выиграла золото в высшей лиге Б. Третья северянка завоевала заводение чемпиона России в первой лиге. Три волейболистки-северянки Виктория Пушина, Варвара Шепелева и Александра Борисова в составе молодежной сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата мира. На базе Череповецкого волейбольного клуба теперь базируется и сборная России девушек до 16 лет. Эта команда завоевала свои первые награды, поднявшись на пьедестал чемпионата Европы. Бронзовыми призерами чемпионата континента среди девушек стали Амалия Горбатюк, Виктория Кобзарь, Наталья Суворова и Анна Хабиб-Рахманова. Отличилась и команда специализированной школы Олимпийского резерва по волейболу, став обладательницей серебряных медалей Всероссийской спартакиады школьников. Уникальный рекорд на все времена покорился игрокам футбольной команды Череповец, тренера Владимира Голубинского. Они выиграли все матчи первенства третьего дивизиона и во второй раз в своей истории стали обладателями золотых медалей. Кроме того, череповчане четвертый год подряд выиграли кубок Межрегиональной Федерации «Золотое кольцо». Владимир Голубинский был признан одним из лучших тренеров года в области. Воспитанники секции футбола Анно Дрос Череповец стали победителями первенства Ассоциации мини-футбола «Золотое кольцо» среди юношей 2010 года рождения. Надо отметить, что 9 череповецких тренеров по различным видам спорта по итогам года были отмечены Департаментом физической культуры и спорта Вологодщины как лучшие тренеры года и 9 череповецких спортсменов как лучшие спортсмены года. Спортивные достижения наших атлетов – предмет гордости для горожан и яркий пример подражания. Радовали нас своими выступлениями конькоберцы. Артем Кузнецов в январе занял четвертое место на чемпионате Европы в спринтерском многоборье. А Артем Арефьев в начале года стал победителем первенства России среди юниоров на дистанции 500 метров, выполнив норматив мастера спорта международного класса. Осенью уже на взрослых соревнованиях он стал призером чемпионата России, едва не побив мировой рекорд. Бронзовым призером чемпионата мира по конькобежному спорту в командной гонке стала Евгения Лоленкова. В новом сезоне она завоевала бронзовую медаль уже на этапе Кубка мира на дистанции 1500 метров, а еще победила и в командной гонке. Блеснули на легкоатлетической арене и наши бегуны. Лена Черняева стала серебряным призером на 100-метровке чемпионат России и чемпионкой страны на дистанции 200 метров. Второе золото чемпионата Елене принес забег в составе команды Санкт-Петербурга в эстафете 4 по 100 метров. Максим Рафилович, Кирилл Лужинский заслужили звание чемпионов России, выступая в составе Санкт-Петербургской сборной в эстафете 4 по 400 метров. А Дмитрий Шкуропатов в составе команды Сберегов-Невы также в эстафете завоевал серебро. Сборная Волгодской области в составе череповчан Павла Кононенко и Ели Беляева, выступив на первенстве России по легкой атлетике в Калуге, сумела завоевать бронзовые медали. А Кирилл Лужинский завоевал бронзу в беге на 400 метров. Порадовали нас и ориентировщики. Андрей Ламов снова собрал дорогую коллекцию наград в зимнем спортивном ориентировании. В Швеции на чемпионате мира он сначала завоевал золотую медаль на длинной дистанции, а затем стал победителем и в эстафетной гонке, блестяще пройдя заключительный этап. Теперь Андрей девятикратный чемпион мира. Вновь успешно выступили череповецкие фехтовальщики на колясках на Кубке мира в Польше. По итогам напряженных поединков мастер спорта международного класса Дмитрий Беляев завоевал две бронзовые медали в личных соревнованиях на шпаге и рапире. Александр Курзин бронзу в личных и командных соревнованиях на сабле. В уходящем году Дмитрий Беляев стал также чемпионом России, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира. А главным достижением мастера спорта международного класса Александра Курзина стала победа на чемпионате мира в Корее в личных соревнованиях на сабле и бронза в составе сборной команды саблистов России. Вот таким для Череповца стал уходящий год. Впереди у череповецких спортсменов и физкультурников новые старты и победные финиши. Это все о спорте на сегодня и в 2019 году. До встречи теперь в 2020. С наступающим Новым годом и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин